Телефон звонит. Звонит. Сигнал. Алло, я вас слушаю. Привет, Майя, это я. Мия, как дела? Ты так давно мне не звонила. Извини, совсем не было времени. Ты там как? Ну, мне скучно, и это всё из-за тебя. Да шучу я, у меня всё отлично, я наконец привыкла жить одна. Очень рада это слышать. Честно говоря, я позвонила, чтобы попросить тебя кое о чём. Я уже догадалась, ты хочешь передать мне на время улику? В точку. Вокруг предстоящего суда царит нездоровая атмосфера. Пусть лучше улика побудет некоторое время у тебя, так будет безопаснее. Доказательство её любви к нему, то, что она таскала везде, даже в ёбаный Нью-Йорк. Не пять часов туториала, спасибо за сто рублей. Тут вся игра встроится на том, что нужны железобетонные доказательства, так как ты играешь за адвоката. Откуда вы вообще взяли, что она брала их с собой в Нью-Йорк? Ой, бля. И что же ты на этот раз мне передашь? Это часы. Да хватит! Часы? Да, но с виду они выглядят как скульптура мыслителя, а ещё они умеют озвучивать время. Думаю, они тебе понравятся, ты же всегда любила игрушки. Ну, сестрён, я уже не ребёнок. Да-да, шучу. Ах да, забыла тебе сказать, часы больше не говорят. А, они не работают? Очень жаль. Мне пришлось вынуть часовой механизм, извини, вместо него я положила некоторые документы. Документы? Так это... они улика? Ммм, ну, есть вероятность того, что они окажутся уликой. Давай ты сегодня заедешь ко мне в бюро с каром в 9 вечера и заберёшь их. Хуя себе эта Мия обнаглевшая. Короче, сестрён, смотри. Мне надо, чтобы у тебя дома полежала улика, которая вообще, в принципе, ну, как бы такая... Штука опасная, в принципе. То есть, она представляет для кого-то угрозу. Так что давай-ка ты это, отложишь нахуй все свои дела и ко мне приедешь и ещё заберёшь их. Раньше я не смогу, так как я буду на досудебных слушаниях. Хорошо, но тогда с тебя ужин, что-нибудь вкусное. Например, мисо ромен. Не могу жить без лапши. Ладно, ладно, пойдём в наше любимое заведение. Замечательно договорились. Ладно, Мия, до скорого. Ага, буду тебя ждать, Майя целую. Разговор записан. 5 сентября, 9.27. 5 сентября, 20.57, бюро Асата и Ко. Мисс Асата, я пришёл забрать документы. Извините, но у меня их нет. Мисс Асата, вы не умеете врать. Я же вижу. Вот они. Их проглотил сам мыслитель. Откуда вы об этом знаете? О-хо, разве вы не... Сбор информации, мой бизнес. Почему я не перестраховалась? О-хо-хо. Милочка, очень-очень сожалею, но я вынужден забрать кое-что ещё. Вашу жизнь. Вот буквально, о чём я и говорил, кстати. Она и к сестре ещё хотела отдать. Что, спасибо за 100 рублей, Алексей. Я тебя прошу, учитывая всю информацию, которая у тебя есть. Не делай поспешных выводов в этой игре. Это очень важно. Я тебя попрошу. Прощайте, госпожа Асата. Нееет. Только не вайфу. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Года Яма. Пятое сентября 21.08 Беру Асата и Ко Так, 9.27 В 9.27 ее убили Ой, похоже я опождал Точка, точка, точка Странно, видимо, шеф ушла без меня К ней должна была приехать сестра Мы планировали поужинать все вместе Что это за запах? Кровь? Мия, ее кабинет Уйти Где же? Где же? Где же ее труп? Она не поселила за 100 рублей Она перевела часы в Нью-Йорке, но не успела перевести их по возвращению Да нахуя вы мне это по 100 раз говорите Если этому все еще нигде нету объяснений Если это в игре нигде не сказано Если бы ты выбрал часы как доказательство То там было бы сказано, что она их взяла в Нью-Йорк В память о нем Так как он их ей подарил еще до ее поездки Я уже прошел всю игру И все знаю И все тебе расскажу И все объясню И все обсуждения, которые ты сейчас делаешь Они неверны Потому что я уже знаю полную картину всего происходящего А ты вообще ничего не знаешь Пошел нахуй Запах крови Чую не к добру это Надо проверить, что случилось с Милей Ой, в смысле с шефом А где? Диван? Запах крови Туда типа? Запах крови Насколько помню Эта игра создавалась как ирония На японскую судебную систему Где процент выигранных судебных дел Очень низкий И это не серьезный детектив А скорее комедия Что от меня требуется? Тут трупа нет Алло Я не понимаю Стример не слепой Где? Назад Уйти Назад Не буду я уходить назад Я адвокат Черт меня побери Я должен раскрыть это дело Картина Нет, не картина Ее спрятали под диван Она под диваном Я реально уйти просто должен? Бля Те, кто из вас Играли в эту игру И знают, что должно произойти дальше Знают, куда надо нажимать Знают все ответы Огромнейшая к вам просьба Ребятки Ребятулечки Заткнитесь-ка вы нахуй Пожалуйста Окей? Договорились? Хорошо? По рукам? По рукам Этот запах кровь Рыдание Сестрен Я тут не один Шеф 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 Ты кто? Я адвокат И я раскрою это дело Странная девчонка упала в обморок Я перенес ее на диван После чего я вернулся к Мии Лежавшей неподвижно у окна Ммм Оу Тело еще было теплым Я это понял, когда прикоснулся к ее плечу Вдруг тело начало быстро остывать И она стала холодной Опять эти сраные часы Шеф Осмотреть Бум На нем видна застывшая кровь Кто бы мог подумать, что эта статуэтка снова станет орудием убийства Готово Так Эммм Эммм Че еще? Ну давай на нее нажмем Шеф Больно на нее смотреть, но вдруг я что-нибудь обнаружил Ее ударили по голове тупым предметом Похоже, что смерть наступила мгновенно Лежащая рядом с ней статуэтка, скорее всего, и была орудием убийства Мыслитый приобщен к материалам дела Орудия убийства, часы, с виду похожие на статуэтку, сделаны Этто Яхари Хмм, а рядом с ее телом валяется разбитое стекло Видимо, это осколки стеклянного торшера, лежащего в дальнем углу комнаты Битое стекло приобщено к материалам дела Больше здесь нет ничего подозрительного Клочок бумаги, видимо, он выпал из руки Мии Что же в нем? Майя! Майо! На клочке бумаги кровью сделана надпись Майя? Это Мия написала? Хмм, этот листок? Товарный чек Он датирован вчерашним числом Чек приобщен к материалам дела Товарный чек, на обратной стороне которого находилась сделанная кровью надпись Майя, ну типа, наверное, имеется в виду май? Как месяц? Или... Или нет? Ладно, пора заканчивать с обыском Надо вызвать полицию И выяснить, что тут делала та девчонка Ммм, точно больше ничего нет? Кресло Мии Простое, но практичное и вполне удобное Эмм Ок Напротив бюро расположено огромное здание Бизнес-отель Фукусима Оу Жесть Так, ну походу реально все Тяжело видеть ее в таком виде Но ее... Но никуда не деться, это ради нее Ее ударили по голове Судя по всему, она умерла мгновенно Оу Точно, надо вызвать полицию Странно, на трубке отсутствуют некоторые винтики Такое впечатление, что ее кто-то разбирал Полиция? Приезжайте срочно! Что это было? За окном раздался крик Она смотрит прямо на меня А в руке она держит телефон Эммм... Так, ну погоди Погоди, в трубке телефона не хватает пары винтиков Лучше им не пользоваться Ну а это же тоже что-то, наверное Значит К большому удивлению Шеф была с техникой на вы Компьютер она использовала лишь для электронной почты Он был куплен ей за бесценок на какой-то распродаже БУ техники Два ядра, два гига Бухгалтерская книга-бюро Осата и Ко Она заполнена сверхаккуратным почерком шефа Хоть бюро и небольшое, но оно приносит приличный доход Так, что-то было Что-то было Что-то здесь было О! Нет, это стул Обыкновенный офисный стол У Мии был особый принцип обустройства бюро Мебель для клиентов должна быть дорогой А для себя бери что-нибудь попроще Здесь находятся все важные документы Мии Тут она хранит материалы дела Недавние судебные постановления Так, ну, кажись Кажись это все Окей Общение, погоди А если сейчас в окно посмотреть? Одно раз там галочка, наверное, тоже самое Уходим Смываемся Девчонка, куда она делась? Я оставил ее на диване Неужели она сбежала? Убийца Ой! Нельзя же так пугать Ээээ Извини, но ты кто? А, ты не бойся Я здесь работаю Майя Ааа, это она Майя Майя Асато Майя Асато Майя? Майя Майя? Майя Выходит, Майя Выходит, Мия Написала имя Майя Этой девчонки Может, стоит показать ей чек? Никогда бы не подумал, что от улики будет толк вне зала суда Ммм Что случилось, ты и шеф? Что случилось? Она явно в шоке Я не хочу лишний раз ее тревожить, но у меня нет выхода Эээ, извини, ты можешь рассказать, что тут произошло? Когда я зашла, в кабинете было темно А Мия Мия Получается, она уже была мертва Ты и шеф А ты, значит, ее младшая сестра И ты пришла сюда к ней в такое позднее время? Да, она хотела передать мне на хранение одну улику Улику? Да, часы! Статуэт-умыслитель Ого! Картинка начинает складываться воедино Так, погоди, назад Показать Давайте сначала эту штуку ей покажем Вот этот мыслитель Мыслитель Он был моей сестры рыдаем Хм, зря я ее спросил об орудии убийства Ну, проверить-то надо было Перед смертью Мия написала вот это имя Вот это на обратной стороне чека Это же мое имя! Шок Почему? Почему она написала мое имя? Пожалуйста, не волнуйся Зачем сестра написала мое имя? Сирена, 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 сирена Полиция! Фараоны! Судя по звуку, они уже здесь Это полиция! Всем оставаться на своих местах! Здрасте, я инспектор Хиросии Ито Ноко Ито Ноко? Нам позвонила женщина из здания напротив Она сказала, что тут произошло убийство Это я ее, наверное, видел тогда в окне Значит так, чтобы мне ни шагу отсюда, ясно? Отлично, этого еще не хватало Майя? Да не, она бы никогда Не А что если? Посмотрите в эти глаза Что если это все сценарий? Актер! Ничего себе! Пардон Ой! Вам это слово о чем-нибудь говорит? Эээээ, это мое имя ЧИГО? Потерпевшая оставила записку кровью Умирая, она из последних сил написала имя убийцы Убийцы? Но я не Преступление раскрыто, барышня проедем со мной в участок ЧИГО? Изи Хороший Тонока Младшую сестру Ми и Майю тут же арестовали А меня задержали для допроса и выпустили лишь под утро. У меня слепались глаза, но я не мог заснуть. Аноним, спасибо за 100 рублей. Разница 14 часов, время убийства 4 дня. По Нью-Йорку это 2 ночи, а подсудимый подумал, что 2 это 2 часа дня. Отсюда разница 2 часа, пусть брать статуэтку нелепо это было. Хорошо, хорошо, чат. Окей, как скажете. Я просто сидел и ждал, когда следственный изолятор откроется для посещений. Я хотел как можно скорее поговорить с Майей. 6 сентября, 9.07. Так, 9.27. Она была убита в 9.27. Следственный изолятор комнаты посещений. Да уж, несчастную Майю здесь содержат наравне с преступниками. Это вы, господин адвокат? Доброе утро. Доброе утро. У нее такой уставший вид. Эм, вы будете моим адвокатом? Да, вот об этом я и хотел поговорить с тобой. Решать тебе, конечно, буду, извини, но нет. Лучше ей прямо сказать, тебе решать. Решать мне? Да, мне кажется, это не в моей компетенции. В конце концов, это ты попала в беду, а не я. Мне никто не поверит, даже вы. Когда вы нашли меня в кабинете, у вас был такой взгляд, будто бы это я убийца. Да ты дура, что ли? У нас свой ролик был вступительный, я знаю, что это не ты. Неужели у меня был такой взгляд? Не, нет, я никогда так не... Все в порядке, я погибаю. Нажалось, Давид, вот теперь я ее подозреваю. Я о вас наслышана. И что же ты обо мне слышала? Я тут на днях разговаривала с сестрой по телефону. Сегодня мой ученик впервые защищал клиента на суде. Да, неужели? И как все прошло? Это надо было видеть. Если честно, я все время была в напряжении, давно уже такого не случалось. Он как следует опростоволосился, да? Он очень талантливый. Он способен вселять страх в сердца врагов, ну или как там говорят. Правда, чего ему не хватает, так это опыта. Ого, весело тебе там было. Ну, если что случится, я знаю, к кому обратиться. Как тебе сказать, Майя? На твоем месте я бы не спешила, вот через три года будет самый раз. Впрочем, если тебе нужен обвинительный приговор, то тогда милости просим. Вот как она и сказала. Извините, я не хотела вас обидеть. Мне все в порядке, это в общем-то правда. Но я все равно не могу сидеть сложа руки. Когда я думаю об убийце Мии... Я понимаю. Уйти. Это может быть он, убийца. Охранник следит за комнатой посещений. Он даже не пошелохнулся. Что тут скажешь, профессионал. Улыбнитесь, вас снимают. Так, окей. Поговорить? Майя, день убийства. Можешь рассказать, что случилось в день убийства? Да. Значит, утром мне позвонила сестра. Она хотела передать мне некую улику, необходимую для предстоящего суда. Улику? Да, часы в форме мыслителя. Их смастерил Этто. Каким же образом они могли быть уликой в том деле? Хм... Да, она что-то говорила об этом. Вспомнила. Хотите услышать, как она это сказала? Услышать? Да, наш разговор был записан на мой мобильный телефон. Ты его записала? Ага, я забыла, как отключается эта функция. Окей. Я давно хотел тебя спросить. Да. Что это за наряд такой? Что за шмот? Реально, он сейчас за шмот ее спрашивает? А, этот? Все неофиты носят такую одежду, можно сказать, что это моя форма. Неофиты? Это же вроде что-то религиозное, да? Собственно, а чем ты занимаешься? А, в целом, ничем особенным. Я спиритический медиум. Начинающий. Ооо, нас смотрятся свои, блядь, всяких таров в ТикТоке. И вот потом. Спиритический медиум? Говоришь, ничем особенным? Выходит, ты неофит, в смысле, начинающий медиум. Верно. Род Асата, особенно его женская половина, всегда контактировал с миром духов. Понятно. Минутку, ты сказала, род Асата? Получается, Мия этим тоже занималась? Конечно! Ооо. Но она вдруг решила заняться своей карьерой, и поэтому она покинула нашу горную деревню. У нее были непревзойденные способности. А я даже и не знал. Ммм, стой! Что? Выходит, ты самый что ни на есть настоящий медиум? Да, начинающий медиум. Тогда свяжись с духом Мии, мы спросим у нее, кто ее убил. Пля. Этот чувак адвокат. Этот чувак адвокат! Адвокат! Ёкарный бабай. Ваша честь, дело раскрыто. Мы связались с духом Мии, и она нам все рассказала. Убийцей были вы. Извините, я начинающий медиум. Я все еще учусь. Я пока не достигла такого мастерства. Хмм, а мне казалось, что это прочее простого. Значит, ты записала свой разговор с сестрой на мобильный телефон. Тогда давай его послушаем. Хорошо! Ой, я забыла. Его конфисковал тот инспектор. Извините. А, ну ладно. Конечно. Надо будет попросить его отдать телефон, когда мы встретимся. Я напишу вам записку, чтобы вы не забыли. Хорошо? Да, спасибо. Записка Майи приобщена к материалам дела. На моем мобильном телефоне хранится запись нашего сестрой разговора. Ээээ... Что такое? Ээээм, я тут хотела вас кое о чем попросить. Это адрес одного известного адвоката. Мне его когда-то дала сестра. Она сказала, что если я вдруг окажусь в беде, мне следует обращаться к нему. А я тут зачем? Не могли бы вы попросить его представлять меня на суде? Конечно, я не против. Я его попрошу. Спасибо вам большое. Мне больше не к кому обратиться. А как же твои родители? О-оу. О-о-о-о-о-оу. Я. Понятно. Не беспокойся, я тебе помогу. Спасибо. Суд начнется завтра в 10 часов утра. Чего? Завтра? Да, завтра. А вдруг он откажется? Мне сказали, что если я его найду, если я его не найду, мне назначат государственного адвоката. И когда истекает срок, мне дали время до 16 часов этого дня. Часы посещения почти подошли к концу. Надо поторопиться. Хорошо, я скоро вернусь. Можешь рассказать, что случилось в день убийства? Извини, я понимаю, тебе это неприятно. Да нет, ничего. Последние несколько часов я только об этом и говорю. Значит, утром мне позвонила сестра. Она хотела передать мне некую улику, необходимую для предстоящего суда. Часы в форме мыслителя. Их сделал Этто. Мыслитель теперь прямо серийный убийца. Ему будет о чем поразмыслить. Поскольку ты пришла в бюро? Около 9 часов. Свет уже не горел, и там стоял запах крови. Затем я обнаружила сестру. Понятно, спасибо. Так, окей, с этим разобрались. Может, ей показать что-нибудь можно? Записка Майи. На моем мобильном телефоне хранится запись нашего сестрой разговора. Что ты мне можешь сказать об этой записке? По поводу твоего мобильного телефона. Его забрал тот инспектор сразу после моего ареста. Значит, его забрал Итанука. Надо будет постараться вернуть телефон, когда мы с ним снова встретимся. Ты знаешь, что я адвокат? Извините, первый раз это вижу. Но далеко не последний. Оно лежало рядом с телом Мии. Я его тоже заметила. Полиция предполагает, что это осколки стеклянного торшера. Да, наверное, это так. Хотя мне раньше никогда не встречались стеклянные торшеры. Зацепка. Подожди, то есть он в кармане все это время с собой битое стекло таскает? Помнишь этот чек? Тот, на котором написано мое имя? Ты не знаешь, почему она? Совершенно не знаю. М, вы мне верите? Да, конечно. Почему? Вы тоже, наверное, считаете, что это сделала я? Нет, я так не считаю. Просто предчувствие. А инспектор думает иначе. Так, ну и давайте мыслителя. Я хотел тебя расспросить об орудии убийства. А, стой, подожди. То есть у меня его даже не отняли, что ли, это орудие убийства? То есть я его тоже в карман положил и хожу такой. Ребят, хватит то, что она улыбается. Это, во-первых, преувеличение эмоций. И вдобавок сделано, чтобы раскрыть ее как персонажа и ее характер. Ребята, давайте мыслить дедуктивно. Отставьте ваши эти хихоньки-хахоньки. Мы занимаемся раскрытием убийства. Бедная Мия шмыгает. Хм, лучше ее об этом пока не спрашивать. ББ. Юрбюро Мамона, бюро Асата и Ко. Ну, сейчас мне, наверное, нет смысла туда возвращаться. Куда он положил статуэтку мыслителя? В подсумок, конечно же. Секретарь сказала, что Мамона сейчас отсутствует. Увы, она не сообщила, когда он вернется. Видать, известным адвокатам тяжело поспевать за всем. Руководить таким бюро и подавно. Ладно, зайду попозже. Хм, стеклянный торшер. Книжный шкаф из красного дерева забит дорогими книгами. Хм, забавно, но похоже, к ним ни разу не прикасались. Хм, позер. Стол из красного дерева. Его так тщательно отполировали, что он аж превратился в зеркало. Столик для клиентов. На нем лежит отменный черный порт сигар. Зажигалка, судя по всему, сделана из чистого золота. Даже мне очевидно, что у ее обладателя денег куры не клюют. Дорогущий цветок в горшке. Я не знаю, что это за вид, но с виду он кажется дорогим. Так, ну короче, понятно, богатей какой-то. И что это нам дает? И зачем мне эта информация? Зачем я вообще пришел сюда? Изолятор, могу обратно вернуться. 6 сентября, бюро Асата и Ко. Бюро аж кишит полицейскими, и все они старательно ищут улики. А я их все украл. Эй, вот ты, да. Это место преступления паря. Сюда нельзя. Эм, слушай, а мы раньше нигде не встречались? Стой, ты же вроде Яхари, да? Нет-нет, я Рюйити Харасё. Как меня вообще можно спутать с это? А, похоже, я обознался, господин Харасё. Звиняйте. Этот Яхари оказался убийцей. Я надеюсь, вы не убийцы, да? Вообще-то его оправдали. Эм, конечно. А вы, значит, инспектор Каменока. Наконока. Кока. Итанока. Итанока, да? Верно, он самый. Только давай обойдемся без панибратства, паря. Для тебя я инспектор Итанока. Короче, ты понял, как ко мне надо обращаться. Только не вздумай звать меня Хероси. Эй, Хероси, дуй сюда. Да, шеф, уже бегу. Эм, Кеки. Я так понимаю, ты ее адвокат. В общем, если ты тут по делу, то поторопись. Пронесло. Он принял меня за ее адвоката. Угу. Наверное, ему не стоит показывать улики, иначе он их у меня отнимет. По поводу Майи. Ага, жду, не дождусь суда. Извиняй, паря, но это дело ты не выиграешь. С чего вы решили? Сторон обвинения в этом деле будет представлять сам прокурор Катанара. Катанара. Эта фамилия тебе о многом должна говорить, ты же адвокат как-никак. Ууу. Прокурор Катанара. Ты не ослышался, паря? Сам Рейдзи Катанара? Так выходит, ты тоже с ним знаком? Конечно, да. Знаком. Он грозный прокурор. Он не знает ни страха, ни сомнений, ни сожалений. Он пойдет на все, чтобы подсудимому вынесли обвинительный приговор. Ай, не надо так о нем говорить. Складывается впечатление, что он не человек. Тем не менее, можешь считать, что приговор уже вынесен. Вот так вот Катанара будет моим оппатентом. С тех пор, как он стал самым юным прокурором, в свои 20 лет он не проиграл ни одного дела. Правда, ходят слухи, что он фабрикует улики и вступает в сговор со свидетелями. Но в одном у меня точно нет сомнений, Катанара всем сердцем ненавидит преступность. Никогда бы не подумал, что я встречусь с ним так скоро. Окей. Скажите, а вскрытие госпожи Асата уже проводилось? А, тебе нужны результаты? Паря, ну че ты смотришь на меня такими глазами? А, ну да, она же была твоей начальницей. Так и бейк можешь взглянуть на него одним глазком, но только одним. Йойньк! Мое теперь! Протокол вскрытия приобщен к материалам дела. Смерть была мгновенной, единичная тупая травма, дата смерти 21.00. Холдоп! Как? Подожди. Звонила она в 9.27. Утро. И в 9, как сказала девчонка, она уже пришла туда. Как она могла не заметить тогда убийцу? Если это все происходило там в течение пяти минут. Хм... Непонятно. Показать. Я адвокат. Ээээ, что это? Извини, парень, ничем не могу Ска... Ничего не могу сказать По этому поводу Да ё-моё, чё никто не впечатлён-то? Бля, ну я ж, я ж, наверное, если покажу Давайте на стекле проверим Если он скажет, типа, а чё это? Откуда у тебя они вообще? А ну-ка отдай То тогда мы ему умыслителя показывать не будем На месте преступления было найдено битое стекло, да? Чего? А, это Судя по всему, рядом с потерпевшей разбился Стеклянный торшер, это его осколки Ага Окей Кстати, да, давайте записку покажем Вы часом не знаете, где находится Телефон Майи? Этот, что ли? Он у меня Вы бы не могли его вернуть? Да какой вопрос, хотя погоди, паря Опять твои адвокатские штучки? Ой, он меня раскусил Слукавить ответит честно Эммм Врем? 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 Конечно, ХДД Так, я не могу откровенничать с ним Чего же мне ему наврать? Чего молчишь? А, нет, это самое Вот этот ремешок на мобильном телефоне Этот? На нем написано Стальной самурай воинного древнего Токио Стальной самурай, герой ТВ-сериала, что ли? Да, и этот ремешок Очень редкая вещь Она Боится, что он может затеряться Где-нибудь в полицейском участке Она так и сказала? Ага, да Ну хорошо, парень Я уже все равно переписал все номера По которым она звонила Так что можешь забирать его Похоже, он не нашел запись разговора В нем содержится запись разговора шефа и Майи Мобильный телефон Майи получен от инспектора Так, я вроде все у него выпросил Паря, ну ты закончил уже? Эээ, да, спасибо, я уже пойду Ой, подожди, я забыл тебе кое-что сказать Я надеюсь, ты не собираешься общаться со свидетелем Короче, не советую тебе это делать Вы, адвокаты, любите давить на свидетелей Так что, давай без этих ваших штучек Паря Точка, точка, точка Хорошо, что он напомнил Я о ней чуть не забыл Свидетель? Да, она самая Госпожа Мини Макуси Извиняй, но я тебе не могу о ней ничего рассказать Ну, ты только что выболтал ее имя Макуси, говоришь? Так вы ее уже отправили домой, да? Ага, опять твои адвокатские штучки-дрючки Ей нельзя покидать свой номер до начала суда Выходит, она все еще в отеле напротив Да, в следующий раз я дважды подумаю Прежде чем попытаешься что-то выведать у следователя Вот, паря, схватываешь на лету Пора наведаться к этой госпоже Макуси Ээээ Ну, я так понимаю Это не обязательно значит, что эти предметы у меня То есть мы просто как бы о них говорим Ну, давай тогда Вам что-нибудь известно об этом? О статуэтке? Это орудие убийства Он даже не знает, что это часы, а не статуэтка Я их прямо начинаю медленно ненавидеть Из кармана достаешь чисто нож окровавленный Вам что-нибудь об этом известно? А, да, этой штукой убили Вчера Вот эту тетку, которая там лежит Ладно, давай, пока Окей Эмм Протокол вскрытия Спасибо вам за это Не за что, паря У нас есть принципы в отношении адвокатов Играй честно Даже не знаю, что думать Когда я вижу этот протокол Смерть Мии становится такой формальной Эээ Ну, все остальное я вроде спрашивал уже Окей, ну мне здесь ловить больше нечего Погнали Отель Фукусима 6 сентября Отель Фукусима Номер 303 Эй, приф Сим Приф Симпафик Эээ Здрасте Хорошо А ну не сутулься Расправь плеч Хорошо Сейчас тапочки надо надеть Вы адвокат, да? Мне о вас рассказывал инспектор Он мне такой говорит Ни слова этому адвокату Хорошо, паря Хи-хи Надо не забыть поблагодарить инспектора За вставленные палки в колеса Вау, почти как в кино Это так круто Но я прямо не могу Упс Мне надо привести себя в порядок Свидетель всегда должен быть гламурным Не завидую я тому адвокату Которому придется допрашивать ее на суде Орудие убийства Из ящика торчит отвертка Интересно, что внутри Надо бы туда заглянуть Ай-яй Ты че делаешь? Убрал руки Ах ты негодник Нельзя шастать по чужим комнатам Ты же не хочешь меня обижать, правда? Обижать? Да ее чуть в клочья не порвало от злости Что же там такого в этом комоде? Ммм Интересно Мини Макуси Что вы видели номер? Вижу у вас на столе два бокала Вы живете в номере не одна? Вау, вы использовали свой индуктивный метод Вы прямо как тот известный детектив из телевизора А, не, нет Я простой адвокат Великий детектив Почему бы вам не поискать улики в мусорном ведре? А? Мини не любит шумных адвокатиков О Эм Что вы видели? Может вы мне что-нибудь все-таки расскажете? Мне надо знать, что вы видели в момент убийства Вау, в момент убийства? Ну вы говорите прямо как адвоката в кино Обожаю мужчин с большим словарным запасом Эм Лучше не давать ей повода Эм Вы помните этот, эм Случай, который произошел вчера? Тот ужасный случай Что вы тогда видели? Может вы мне о нем расскажете? Эм Позядя? Ща подумаю Ммм Ну А Замечтался Если вы так хотите это узнать Приходите завтра в суд О Что-то какая-то она сука Эм Не могли бы вы А вы вообще кто? Вау, господин адвокат Это вы типа Так со мной флиртуете? Эм Нет, нет Это сугубо рабочий вопрос Хи-хи Вы такой лапуля, когда краснеете Честное слово Я так еще никогда не краснел Эм Не могли бы вы сказать Чем вы занимаетесь? Ну Нет Хи-хи А вы думали Я вам сейчас бы Так все и выложила, да? О Окей То есть от нее вообще толку никакого Она мне Говорить она мне Ничего не собирается Я так понимаю Окей Давайте ей что-нибудь покажем Только что? Эм Протокол вскрытия Это твоих рук дело Простите, но я свидетель Слышите, я под присягой Понимаете? Как я вам могу что-нибудь сообщить Находясь в своем уме? Я свидетель Ну прямо как в кино Окей, понятно Она А Да ты хоть знаешь Кто я такой? Простите, но я свидетель Окей Почему никто не впечатляется Моим значком? Ее надо как-то отвлечь А На картине изображен Натюрморд А может все таки Все же Натюрморд Совсем запутался Короче, на стене висит картина А цветы-то искусственные Впрочем, кто бы сомневался Мои ботанические познания Ограничиваются розами И подсолнухками Ага, окей Из окна льются последние летние лучи солнца Как и ожидалось, напротив находится здание, в котором располагается бюро Асатайко Отсюда хорошо видна середина кабинета Хотя, как мне кажется, отсюда было бы сложно разглядеть лицо убийцы Кровать Типичный новодел Ничего интересного Так, и что я узнал? На столе находится бутылка и два бокала Возможно, она в номере живет не одна Интересно, что там внутри Потом загляну туда Потом когда? Ну, наверное, пока я ничего не могу здесь сделать Обратно в изолятор, видимо, погнали Привет! Ну, у вас получилось, вы встретились с тем адвокатом? Извини, еще нет Понятно Надо постараться отыскать этого известного адвоката Так, показать Давайте ей телефон покажем Проверить Пятое сентября Девять двадцать семь Мия, как дела? Ты так давно мне не звонила Честно говоря, я позвонила, чтобы пропустить тебя кое о чем Опять И что же ты на этот раз мне передашь? Это часы С виду они выглядят как скульптура-мыслитель А и они умеют озвучивать время Гляди, я вернул твой телефон Можно я послушаю голос сестры? Майя прикрыла глаза Она с напряжением слушалась каждое слово Вскоре по ее щекам потекли ручейки слез Спасибо А-а-а-а И все? Хм Окей, то есть сюда мне тоже не надо А, твоя семья Ну, давайте Расскажи о своей семье Мы жили вдвоем с сестрой отец умер когда я была очень маленькой где моя мать я не знаю не знаешь выходит она все еще может быть жива твоя мать прекрасная женщина на протяжении многих поколений женщины нашего рода рождались медиумами говорят что эта способность заложена в наших генах 15 лет назад наш род оказался в центре одного скандала один человек он сломал нашей матери жизнь сломал после случившегося она исчезла спустя несколько лет сестра решила стать адвокатами она покинула нашу горную деревню значит ты живешь одна да я уже привыкла к этому кроме того я должна была стать самостоятельной иначе я бы потеряла свои способности сочувствую ей жить в одиночку на какой-то горе погоди 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 чё за чел говоришь а кем был тот человек который сломал жизнь твоей матери 15 лет назад произошло странное убийство оно было резонансным все только его и обсуждали у полиции уже не оставалось зацепок поэтому они решились на необычный шаг подожди они привлекли к расследованию медиума да полиция попросила мою маму попытаться установить контакт жертвой ничего себе и что было дальше дело было раскрыто мы так читали читали человек которого полиция поймала благодаря моей маме оказался невиновным полиция естественно скрывала свое сотрудничество с медиумом но некий человек узнал об этом рассказал еще журналистам во всех газетах он называл мою мать аферистка и эту историю обсуждали все сми и она моя мать была опозорена на всю страну понятно гадаяма бум прости что этого человека звали гадаяма так мне сказала сестра гадаяма валерус хдд спасибо за 100 рублей увы ты без мамы джокер ге так дело раскрыто это благода яма я пошел делать чай так здравствуйте добрый день я я ваш адвокат здравствуйте так я уже показывал это это мой адвокатский значок tombri спасибо за 100 рублей тут один чатер попросил показать ему его эмоут а вообще предлагаю такую штуку за приколы куда можно вставлять ссылки на эмоуты я хотел я хотел сделать приколюху когда еще были сапки точнее когда деньги выводились с них я хотел сделать чтобы раз в месяц мы выбирали типа конкурс был смайликов сейчас в этом смысла особо нет вот но когда вернется все на круги своя это будет чтобы вы могли присылать свои смайлики именно ей в сабовский для сабов мог бы добавлять вот вообще идея кстати прикольная пока это заменить на на награду за приколы еще это казать смайл алёша хэндшейк ну давайте окей никогда а если не не именно что когда мне твой пессимизм не нужен так ща погодите очень не то что люблю новеллы они как бы бывают прикольными но вот стримить и постоянно говорить все это читать вслух это конечно заключаю с чатом сделку на три миллиарда приколов договорились чем по рукам вами при с вами приятно иметь дело так чайки ч ну чё там на чем мы остановились вроде бы я с ней все уже все уже обговорил чё мог мне же надо еще встретиться с этим адвокатом только как может если я щас туда схожу он появится похоже господин мамон и еще не вернулся так и быть подожду его здесь хе-хе это не кашель это какое-то извержение везувия так это вы получается искали меня да да я везувий да это скорее целый эверест этот значок на на лацкани вашего пиджака а так вы тоже получается адвокат признали признали наконец-то да да и я и что вас интересует последнее время у меня мало работы пожалуйста садитесь мало работы тогда почему тебя никто не может найти ммм что-то не так вы же хотели встретиться с великим и несравненным такакой мамоно да сынок он перед тобой чё ты хочешь давай смелее я тут по вопросу май май асата ах да май асата продолжай а он как-то странно на нее прореагировал это самое сынок нынче у меня дело не в проворот я не могу вот так вот за день до суда брать клиента нет это исключено подождите минутку откуда вы знаете что суд состоится завтра о ой короче боюсь я никак не смогу представлять ее интересы извини вопрос закрыт что происходит он отказался и при и это при том что я его еще ни о чем не спросил что я скажу майя откуда вы знаете мию асата она работала здесь давным давно феноменальная ученица скажу тебе выучила мою методичку в мгновение ока но в один прекрасный день она неожиданно ушла у нее была цель цель это было видно по ее глазам она с таким усердием добивалась ее и ее карьера резко пошла в гору картины здесь зачем ну давай по картину спросим вот это вот это картина она прямо приковывает себе внимание правда моя гордость впечатляет да ну да какое небо какая шляпа она стоит не меньше трех миллионов но я даже не думаю с ней расставаться нет я ее не продам даже тебе мне она и даром не нужна она не продается и я ее не покупаю да что же такое с żyć объясните почему не хотите помочь майя эм ну понимаешь Я занят, понимаешь? Но ведь она сестра Мии Асата Мия вам доверяла, она знала, что о её сестре будет кому позаботиться Да-да, конечно, я это знаю, однако Извини, но я вынужден отказать Извини, до свидания Сволочь Хорошо, у меня нет времени спорить с вами, я пойду в другое бюро Бубнит под нос Не думаю Ммм, вы что-то сказали? Я говорю, я так не думаю То есть? Я очень, очень сожалею Но боюсь, ни один уважающий себя адвокат не возьмётся за это конкретное дело Очень сожалею, сынок Почему? Я, я не могу тебе сказать Прошу прощения, не мог бы ты уйти прямо сейчас Мне больше нечего обсуждать с тобой Я вообще ничего не пойму Не хочу ему ничего показывать Вдруг он это против меня будет использовать Пока И что теперь? В изолятор обратно? А-а-а, погоди, я, кажется, понял Он, наверное, будет Он либо убийцу, наверное, будет защищать Либо ту девчонку из отеля Иначе откуда он знает про, типа, все подробности Когда будет там суд происходить и всякое такое Мне вот так кажется 6 сентября, 15.42 Привет О, вы, наконец, вернулись Вы нашли того адвоката Ну, что ей ответить Ну, видишь ли, надо ответить честно Я думаю, тебе не стоит связываться с этим типом Он какой-то нездоровый Такой тощий Его прям ветром сдувает Что случилось? Неужели он отказался помогать? Да Понятно Выходит, меня бросили Что ж, мне уже вот-вот назначат государственного адвоката Ах, что же делать? Ах, если бы в этой комнате был еще один адвокат Ах, если бы Что же мне делать? Бросить ее или пойти домой и стать ее адвокатом? Окей Зачем такие выборы вообще делать? Давать, точнее Я решил Я буду защищать тебя Хочешь ты этого Или нет? Но почему? Ну Я адвокат? Я не могу бросить тебя Это ужасная ситуация, когда тебя некому поддержать Я это знаю не понаслышке Но это было давно Почему я стал адвокатом? Потому что кто-то должен помогать людям, у которых нет никакой поддержки Майя, я тебя не брошу Можешь на меня положиться Это так благородно Шмыгает Шмыг 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 Ладно, будем тебя вытаскивать отсюда Да, спасибо Наконец она улыбнулась Теперь она совершенно другой человек Последний вопрос Ты не виноват? Да Я вам верю И вы мне тоже доверяете, хорошо? Хорошо Итак, что дальше? Меня тут кое-что беспокоит Что было внутри комода у той странной девицы? Как только я попытался заглянуть туда, ее словно подменили Там явно лежит что-то важное Окей, ну здесь мы уже обо всем поболтали Показывать ей тоже больше нечего Оправдана полностью, да Ну погнали обратно, наверное В отель Только с чего Той девчонке нам сейчас что-то показывать? Коридорный Добрый день, сударь Извините, а вы... Ой, прошу прощения Я работаю коридорным в этом заведении К вашим услугам, сударь А, да Я сейчас занимаюсь обслуживанием номера Эээ Вы не знаете, где госпожа Макуси? А, я полагаю, наша гостья госпожа Макуси сейчас находится в... Уборной? Если вам ничего не нужно, я с вашего позволения отправляюсь по своим делам Да-да Пиздуй Пожалуйста, находитесь у нас столько, сколько вам нужно Приятного вам времяпрепровождения Спасибо Ой, подождите, постойте Почему после каждого визита сюда я чувствую себя идиотом? Хотя я теперь могу тут все осмотреть А, чуть не забыл Ой Вы так быстро вернулись Не могли бы вы передать госпоже Макуси одно сообщение? Пожалуйста, передайте, что ей звонил господин... Господин Гадаяма из Горо Глобал А, ну да, конечно Гадаяма из Горо Глобал Хм, что-то знакомое Да зачем они это все показывают? Так же неинтересно тогда, если они сами все эти зацепки объясняют Это же Гадаяма сломал жизнь ее матери, неужели это совпадение? С полуоткрытого ящика торчит отвертка, надо туда заглянуть, пока мне никто не мешает. Итак, что у нас здесь? Подслушивающее устройство? Зачем оно ей? Прослушка приобщена к материалам дела. Это госпожа Макуси чересчур подозрительная. Зачем она хранит у себя в номере такое устройство? Тут явно что-то не так. Эта улика мне пригодится во время завтрашнего суда. Я добьюсь правды ради Майи. Коридорный, вы еще здесь? Так, надо делать ноги. Я вас еще потанцую госпожа Макуси завтра в суде. Омага, продолжение следует. Прямо сейчас. Не, ну туповато, что они как бы все вот эти вот мелочи тебе сами зачем-то напоминают. Разве весь смысл этих игр не в том, что ты должен быть внимательным и сам как бы подмечать такие детали. Всякие там имена и прочее. Это специальная версия игры для стримера. Отключи подсказки в настройках. Я уже не знаю, вы прикалываетесь или нет. Так. Жил был один веселый камень, веселый камень, веселый камень. Его все брали и бросали. Веселый камень, веселый камень, веселый камень. Его все брали и бросали. Веселый камень, веселый камень. Жить его не удалось.